Завод по производству минеральных удобрений в Анголе и расширение присутствия на российском рынке. Владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазипин рассказал в интервью нашему каналу о планах освоения африканского континента, проблемах экспорта удобрений и сложных отношениях с Украиной. С ним беседовал мой коллега Арсений Молчанов. Дмитрий Аркадьевич, уже не первая Ваша страна в Африке. Кения, Замбия, Зимбабве. Там обсуждали поставки прямые минеральных удобрений. Какие планы на Анголу? Ну, в Африке мы с традиционной повесткой. Мы хотим расширить присутствие Уралхима и Уралкалия в Африке. Ангола очередная страна, которая стоит в списке. Это потенциально для нас очень интересная страна по двум причинам. Первая причина, потому что Ангола сама очень развитая страна. Она вторая по добыче нефти. Здесь есть достаточно приличный бюджет. Бюджет Анголы составляет 120-125 миллиардов долларов. В лучшие времена, когда нефть стоила больше, это было даже 190 миллиардов долларов. Поэтому это хорошо обеспеченная страна. Здесь проживает 20 миллионов человек. И у Анголы есть исторически хорошее отношение с демократической республикой Конго, где проживает около 100 миллиардов человек. Поэтому это такой глобальный рынок в Южной Африке. И мы хотим воспользоваться возможностями растущего местного рынка. Приехали, изложили свою позицию президенту Анголы, получили одобрение, получили разрешение на работу на внутреннем рынке. И мы начинаем эту работу. Вы видели, что мы после встречи с президентом Анголы встречались с министром сельского хозяйства, министром нефти и майнинга, с министром финансов. Будем работать дальше. То есть речь о заводе или о прямых поставках идет? Нет, мы приехали с традиционным предложением по прямым поставкам, потому что практически 90% и удобрений, и продовольствия Ангола на данный момент импортирует, что в принципе является нонсенс. Эта страна в состоянии как минимум себя обеспечивать, а то и кормить близлежащие страны. По многим причинам. По климату, по наличию трудовых ресурсов, по деньгам, инвестициям, по поддержке, по субсидиям со стороны государства. Но на данный момент этого не происходит. Поэтому мы обсудили различные варианты нашего взаимодействия и заинтересованных прямых поставках в адрес сельского хозяйства или же частных хозяйств напрямую. А с местными бизнесменами о чем-то договорились? От президента и от министра сельского хозяйства произвучало достаточно для нас неожиданное предложение о том, чтобы мы подумали над строительством завода по производству карвамида и аммиака. В чем идея данного предложения состоит? Потому что у Анголы, как у крупного производителя нефти, достаточно большого количества попутного газа. И использование этого попутного газа на переработку для производства азотных удобрений приоритетно для республики Анголы. Мы внимательно рассмотрим полученное предложение. И если мы посчитаем, что это предложение заслуживает интереса, мы будем прорабатывать вопросы, как это можно осуществить, привлекая африканские, международные или российские банки. О каком объеме инвестиций идет речь? Я думаю, что, наверное, все равно минимальная часть, с которой можно начать, это, наверное, строительство миллиона-миллиона двухсот тонн карбамида и аммиака. Поэтому это стандартный объем завода. А сколько вы строите? Я думаю, что строительство такого завода – это 600-700 миллионов долларов. А обе ваши компании заходят – Уралхим и Уралкалий? На трейдинг, да. По российской повестке хотел бы спросить, в рамках национальных проектов, какие проекты собираетесь выполнить? Наша основная задача – производить удобрения и поставлять на внутренний рынок как можно с большим дисконтом для внутренних потребителей. Поэтому мы участвуем в этом. Вторая часть – мы хотим расширять присутствие на внутреннем рынке. недавно было совмещание у премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Миведева, где еще раз были внимательно рассмотрены цифры. На 25% был подтвержден рост поставок на внутренний рынок благодаря тому, что сельское хозяйство у нас растет. Мы этому рады, потому что внутренний рынок, в принципе, для нас самый интересный. Здесь другие потребители доехать не могут в силу производителей, в силу логистических проблем. Мы считаем наш рынок очень интересный, верим в это и заинтересованы в его развитии. Понятно, что правительство России и ФАС нас контролируют с точки зрения, чтобы цены были не более чем минимальная экспортная цена. Мы эти условия выдерживаем. ФАС на совещании у премьер-министра это подтвердил. А, это и есть тот самый дисконт? Да. Убытки у «Уралхима» за прошлый год 25 миллиардов рублей, в предыдущем, в 2017-м, была прибыль больше 30 миллиардов. Что случилось? Ну, курсовые разницы. И все? Ну, вы помните, что курс доллара доходил до 72-х или 3-х. Сегодня курс доллара ниже 70-ти. Поэтому при валютном долге, который пересчитывается по РСБУ, мы получили убыток. Но мы в нашей операционной деятельности ориентируемся на МСФО отчетности. По МСФО отчетности «Уралхим», наверное, показал результат или покажет 650 миллионов, что-то вокруг этого и беда. Цены не упали так драматически и не падают, поэтому они стабильны в первом квартале. Мы не видим причин, мы верим, что весь этот год и, наверное, следующий год будет позитивным по отношению к ценам на азотные удобрения. У вас в Прибалтике, в Венспилсе, есть собственный терминал. Не обсуждались ли планы внутри компании перейти в Усть-Лугу? Есть разные предложения и идеи на то, чтобы, я считаю, это идеи правильные, на то, чтобы товары, производящиеся в России, все-таки переваливались и экспортировались через российские порты. Мы эту идею поддерживаем. У «Уралкалия» есть свой порт ББТ в Питере, через который мы работаем. Исторически так случилось, что то, что касается азотных удобрений, есть две проблематики. Это экспорт аммиака и экспорт сухих удобрений, таких как карбамид селитра. Проблема была по аммиаку, она простая. В бывшем Советском Союзе существовало всего две перевалки по аммиаку. И находились они вне пределов Российской Федерации. Это Одесса и Венспилс. Соответственно, когда мы стали крупным игроком по экспорту аммиака, у нас стал вопрос, и мы приобрели порт в Венспилсе. Потому что на данный момент, мне так кажется, сложно будет построить аммиачную перевалку, удовлетворив все требования разрешительной документации в Российской Федерации. Как я понимаю, был неудачный пример строительства аммиачной перевалки в Тамании и Таазом, который провалился. Был построен порт, может, не до конца, но потом он остановлен. Сейчас там, мне кажется, все уже там поросло травой и всем остальным. Вторая часть, что мы когда-то построили перевалку в Риге. Это тоже было связано с тем, что в России, мне кажется, нет ни одного порта, где бы переваливалась селитра не путем прямого насыпи на корабль, а с точки зрения хранения. Потому что селитра – это взрывоопасное удобрение, и он относится к классу опасных. Рига дала нам разрешение, мы выполнили строгие указания, как это все делать, и мы перевалимся через Ригу. Я могу сказать, что у нас существуют определенные идеи, где мы можем потенциально сделать перевалку и перевести все наши грузы. Мы с одним из крупнейших производителей металла в России прорабатываем совместный проект по поводу того, чтобы обратиться в правительство России, чтобы в Финском заливе, в порту, правительство обеспечило подъездные пути и причальную стенку. И мы тогда готовы построить порт, который будет специализироваться на металле и на удобрениях, и перевести свои зарубежные перевалочные мощности в Россию. По поводу специальных административных районов вопрос. Бизнесмен Андрей Мельниченко уже стал резидентом, перерегистрировал свою фирму из офшоров. Вы планируете что-то в этом направлении менять? Мельниченко зашел уже не Уралхимом, а Суэком, который работает на Дальнем Востоке, переваливается. Это для них логичная история была. Мы пока не видим такой себе перспективы. Как вы оцениваете украинский рынок удобрений до выборов и после выборов? Мы ее не делим, потому что в какой-то момент Украина закрылась от российских удобрений. Меня персонально они внесли в санкционный список. Все, что связано со мной, а у меня активы находятся в России, они прозрачные, поэтому они попадают под украинские санкции. Мы закрыли для себя украинский рынок. Что добилась Украина? Этим только тем, что цены поднялись до небес. Они, конечно, хотели простимулировать производство своих заводов, но в связи с тем, что газ входной дорогой, многие вопросы, трейдеры, перекупщики и все остальное, мы понимаем, что они сегодня достаточно дорого. Сельхозники очень дорого, местные покупают удобрения на внутреннем рынке. Спасибо за интервью. Спасибо, что приехали. Спасибо. Спасибо.